МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Ульяны и Арсения. Ребята, для тех, кто не знает, мы находимся в стране безопасности. Это удивительное место, где мы с ребятами учимся правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. И вместе с тем мы с ребятами соревнуемся. Для каждой пары у нас организовано 4 соревновательных дня. У ребят сегодня третий конкурсный день. И прежде чем приступить к первому испытанию, я предлагаю посмотреть, чем закончилась наша вчерашняя борьба. Смотрим! Позади уже второй день соревнований, который познакомил ребят с правилами безопасного поведения в лесу. Кто? Подезжали! Мы все вдвоем одновременно принесли. Молодцы! Ежик! 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 Умнички! Ежик! Держите! Пока по итогам впереди Ульяна, правда, всего на одну очко. Так что ситуация может измениться в любую сторону. Итак, ребята, по итогам первых двух передач пока лидирует Ульяна. У нее на одну фишечку больше, чем у Арсения. 20 фишек у Ульяны и 19 у Арсения. Ребята, сейчас мы приступим к нашему первому испытанию. Но для начала я предлагаю вам отгадать, что станет темой нашего сегодняшнего соревновательного дня. Итак, я вам загадаю загадку. А отгадка станет темой нашего соревнования. Отгадку вы должны будете написать вот на вот этих бумажечках. Кто сделает это быстрее, правильно, получит фишку. Нашумела, нагремела, все промыла и ушла. И сады, и огороды всей округи полила. О чем идет речь? Нашумела, нагремела, все промыла и ушла. Ребята, кто справится первым, кричит «стоп». Кто готов? Стоп! Арсений. Итак, Арсений, как ты думаешь, о чем шла речь в этой загадке? Дождь. Дождь. Ульяна, ты согласна с Арсением? Я думаю, что гроза. И ты совершенно права. Речь шла о грозе. Нашумела, нагремела. Гроза у нас гремит. Поэтому Ульяна заработала фишку. Молодец. Как вы думаете, чем может быть опасна гроза, если вы в это время находитесь на улице? Ульяна, пожалуйста. Гроза может попасть в человека, и тогда он может умереть. Правильно, Ульяночка. Единственное, не гроза может попасть в человека, а молния. Так? Молодцы, ребята. Ну, нам пора приступать к нашему первому испытанию. Слушайте внимательно его условия. Вы уже знаете, что у каждого из вас есть своя доска. Сейчас на ней много перевернутых картинок. Ребята, подойдите, пожалуйста, каждый к своей доске. Покажите мне, пожалуйста, где левая сторона доски. Станьте с левой стороны доски. Так, в стороночке. Вот так. Вот к нам, Арсений, развернись. Хорошо. Ребята, суть задания такова. На этих картинках написаны признаки приближающейся грозы. Но не на всех картинках есть эти признаки. Вам нужно перевернуть эти картинки, и те, которые рассказывают о признаках приближающейся грозы, вы должны распределить с левой стороны, а все остальные с правой стороны доски. Ясно? Слева признаки грозы, справа все остальные. Итак, по моей команде. Начали. Переворачиваем картинки. Итак. Солнце светит, но не греет. Ульяночка, ты думаешь, что это признак приближающейся грозы? Да. А я с тобой не согласна. Неправда. Это не является признаком приближающейся грозы. Так, мы оставим его здесь. Ветер сильно дует и резко меняет направление. Это ты совершенно верно определила эту карточку. Здесь ветер поднимает тучи пыли. Тоже правильно. Понижается температура воздуха. Ты думаешь, всегда, когда чуть-чуть станет прохладнее, например, к вечеру, как всегда бывает, это обязательно значит, что будет гроза? Неправда. Тоже сюда отправляем. На горизонте скопление облаков. Да, это тоже является признаком приближающейся грозы. И последняя карточка у тебя с левой стороны. В воздухе накапливается влага. Это тоже правильный признак. Итого у тебя 4 правильные карточки. 4 фишки плюс 1 фишка тебе за скорость. Поэтому ты заработала 5 фишек в целом. Молодец, заработала фишки. Это главное. Так, теперь Арсений. Первая у тебя карточка на горизонте скопления облаков. Правильно, Арсений. Дует легкий ветерок. Дует легкий ветерок. Это значит, что будет гроза? Нет, конечно, это не значит, что будет гроза. Становится тихо и душно. Правильно, Арсений. Ветер поднимает тучи пыли. Тоже верно. Молодец. Моросит мелкий дождь. Нет, неправда. Не соглашусь с тобой. Итого, Арсений, у тебя 3 фишечки. Ребята, давайте присядем. У Ульяны 4, одна за скорость 5. И у Арсения целых 3 фишки. Арсений скоро будет догонять Ульяну. У меня 6 фишек. Так, ребята, молодцы. Все, посчитали. Это пока мы откладываем. А сейчас время встречи с кем, как вы думаете? С тетей Машей. С тетей Машей. Молодец. Поворачиваемся к экрану. Ребята, привет. Здравствуйте. Я очень рада нашей новой встрече. Ребята, а вам когда-нибудь приходилось видеть грозу? Да. Да, конечно. Ребята, а где вы были и как вели себя в это время? В доме. В доме? Да, и на улице. И как вот, Ульяна, что ты дома делала, когда гроза началась? Я, когда гроза началась, я просто подошла к окну, посмотрела, а там гроза как раз. Я вот даже под дождем уже гуляла. Ну, Арсений, слушай дальше, тетю Машу. Сейчас все узнаешь, как себя нужно вести. Гроза, безусловно, красивая и в то же время крайне опасное явление природы. Если взрослые неподалеку, идите к ним и выполняйте их указания. А вот если родителей поблизости не оказалось, то вы должны позаботиться о своей безопасности самостоятельно. Сегодня мы поговорим о разных ситуациях, в которых вы можете оказаться во время грозы. В зависимости от места, где застигла вас непогода, ваши действия могут быть различными. Всегда важно помнить, если вы находитесь на улице, бегать нельзя. Опасно находиться рядом с металлическими предметами и включенными электрическими приборами. Если непогода застала вас на речке или озере, надо выйти из воды, потому что во время купания ваша голова будет самым возвышенным местом на поверхности воды, а значит, велика вероятность, что у вас ударит молния. А в лесу никогда нельзя прятаться под деревьями, потому что в них тоже часто попадает молния. Понятно? Да. Понятно. Ребята, сегодня вы узнали немножко больше о безопасном поведении. Эти правила помогут вам понять, как правильно вести себя во время грозы. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно же, победы. Ребята, прежде чем приступить к нашему следующему испытанию, я предлагаю навести порядок на наших досках. Быстренько снимаем все карточки, с них я вам помогу, пожалуй, чтобы было быстрее. Снимаем, снимаем, снимаем. Просто сдвигаем, как я вас учила. Хорошо. Присаживаемся, ребятки. Присаживаемся. Клади. Итак, ребята, сейчас нас с вами ждет последнее испытание на сегодня. Сразу скажу, что оно будет не из легких, но оно будет в тему нашей сегодняшней игры. И поскольку вы соперники очень серьезные, идете практически на равных, то здесь мы повысим наши ставки. И за каждый правильный ответ вы получите целых три фишки, ребята. Суть этого конкурса вот в чем. Я вам буду загадывать загадку. Правильный ответ на загадку вы будете писать на доске. Заодно и проверим, как вас научили писать в школе. Как только первый участник заканчивает писать отгадку, он говорит, все, я закончил. Второго мы не ждем, пока он заканчивает. Я читаю следующую загадку. Ясно? Я читаю, вы пишете, как только вы закончили писать, вы говорите, я готов. Слушай внимательно, на кону каждой загадки три фишки. Вы можете уже, пожалуй, подойти к своим доскам, чтобы незамедлительно начать писать. Выбирайте понравившийся вам цвет фломастера. Развернитесь немножечко на меня, чтобы слушать. Ульяна даже уже приложилась. Итак, ребят, слушайте, первая загадка. Раскаленная стрела дуб свалила у села. О чем идет речь? Раскаленная стрела дуб свалила у села. Я готов. Я готов. Стоп. Готов. Итак, написали. Я смотрю, у нас разные варианты отгадки на эту загадку. У Ульяны гроза, у Арсения молния. Но я хочу вам сказать, что здесь правильно отгадал Арсений. Это действительно молния. И в твою копилочку Арсений отправляется три фишки. Я тебе вручу их чуть позже, когда мы закончим отгадывать все загадки. Итак, вторая загадка. Слушаю внимательно. Загремел на небе гром. Сотрясается весь дом. Я зажмурила глаза, что на улице. Молча пишем, чтобы не подсказать друг другу. И не забывайте говорить, я готов. Я готов. Стоп. Стоп, игра. Готов. Так, ребятки, молодцы. Вы вдвоем справились. На долю секунды, вот буквально на долечку секунду, все-таки я увидела, что рука Ульяны закончила писать раньше. Поэтому Ульяне три фишечки. А Арсению за то, что он правильно тоже сказал, одну фишку. Так, ребята, я, пожалуй, вам выдам. А то потом я забуду. Кому я что должна? Тебе четыре. Тебе четыре. На, Арсении, положи в свою коробочку. Так, дай-ка, чтобы я не переворщила. Вот четыре. А тебе, Ульяночка, три. Вот. Хорошо. Три и плюс одну за скорость. Четыре. Слушаем следующую загадку. Веселые тучки резвились, шутили. Не вовремя тучки меня разбудили. Я очень устал и вставать не хочу. На них рассердился, теперь грохочу. Разбудили. Я готова. Готова. И готова, и совершенно верно ответила. Гром. Речь шла в этой загадке, Арсении. А? Громе. Молодец. Кладу в твою копилочку. Ульяна сама уже, собственно, наручена. Три фишки. Подни, пожалуйста, эту. Вот. Три за правильный ответ и одну правильно положила за скорость. Ребята, кладите фломастеры, закрывайте их и присаживайтесь. Итак, ребята, последнее испытание на сегодня позади. И самое время посчитать, сколько же вам удалось сегодня заработать фишек. Считайте. Я вам уже абсолютно полностью доверяю, потому что вижу, что вы очень смышленые. Правильно считаете, хорошо пишете. Так, а сколько у тебя? Семь. Семь у Арсения. А у меня десять. У меня десять. И десять у Ульяны. Так, итого, по итогам трех соревновательных дней у Ульяны 30 фишек, а у Арсения 26 фишек. Эта разница, хочу я вам сказать, ребята, совсем небольшая. Тем более, что завтра у нас финал, там ставки значительно вырастут, и у Арсения будет возможность догнать Ульяну. Понятно вам? Или обогнать. И даже обогнать, Арсений, ты правильно настроен. Итак, ребята, сегодня готовимся к завтрашнему дню. Он у нас очень ответственный финал. Пока, ребята, до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин», проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова